Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы оставили под моим последним роликом. А отвечать я буду на самые популярные вопросы, на самые актуальные и на те вопросы, которые мне лично понравились. Здравствуйте, Дмитрий! Подскажите, пожалуйста, нужно или нет ехать в Канаду, чтобы жить там с семьей, а не для заработка? Мы уже на полпути сбора документов для переезда. Посмотрев ваше видео, теперь не знаю, что делать. Такая же ситуация будет и дальше или будет что-то меняться в лучшую сторону? Если судить по видео, то зарплаты будут уходить только на основное. И про отдых на пляже или на природе можно забыть. Многое зависит от вашей конкретной ситуации. Куда вы приезжаете, в какой город, в мегаполис или в небольшой город. В мегаполисе я рассказывал, какие у вас будут расходы. Если вы приезжаете в Торонто, аренда 2-2,5 вам будет стоить, плюс остальные все расходы. На минимальную зарплату, конечно же, на эту сумму не прожить, особенно с семьей. Последний ролик вот я снял. 100 тысяч долларов хватит на год семье из 4 человек или нет? Получается, что не совсем хватит. А если и хватит, то впритык. Посмотрите это видео. Если вы приезжаете на периферию, будет ли у вас там работа? Если у вас там будет работа, как она будет оплачиваться? Будете работать ли вы по профессии? Или вы будете работать на минималку? Можно ли прожить на минималку на периферии, например? Может быть, да. То есть и периферии также бывают разные. Есть, например, регион Ниагарский, где я работаю и живу. Если вас интересует недвижимость здесь, можете выйти со мной на связь. Ну, или в любом другом месте в Антарио. У нас большая команда. Если вы приезжаете и у вас есть профессия уже, например, в сфере IT, вы получаете 100 тысяч годового дохода плюс, то это одна картина. Тут очень много нюансов, очень много деталей. Я не могу сказать глобально, стоит вам ехать в Канаду или нет. Но вот что, по моему мнению, будет происходить в ближайшее время. В принципе, вот те показатели экономические, которые пришли за последние несколько месяцев, за последний месяц, они не очень хорошие. Это говорит о том, что в Канаде наступает ресессия. Инфляция сейчас немного подросла, но она все же находится под контролем. То есть процентные ставки, в принципе, будут понижаться. Скорее всего, это произойдет в следующем году. Но то, что людям, которые приезжают сюда, сейчас намного труднее, чем тем людям, которые приехали 5-10 лет назад, это факт. Ну, я уверен, что когда мы приехали, то же самое говорили и в наше время. Идем дальше по вопросам, друзья. И следующий вопрос. В Канаде разве не фиксированная ставка? То есть, если я купил дом под 3%, то я должен платить 3%. Почему я должен платить 6%? Я, кстати, уже немножко объяснял по поводу процентов и как работают ипотечные кредиты в Канаде. Но сейчас быстро скажу, что есть фиксированная ставка и есть плавающая ставка. Когда человек берет ипотеку, он выбирает себе ставку. В принципе, исторически всегда плавающие ставки были дешевле, поэтому многие и выбирали плавающие ставки. Ну и плюс еще, если нужно отменить договор, то штрафы там будут меньше. Что касается амортизации, то амортизация в Канаде 25-30 лет. Но договор в Канаде можно заключить на год, на два, на три, на четыре или на пять лет. Ну, обычно до пяти лет заключается договор. В общем, вот так в Канаде работает ипотечная система. Я знаю, что в Штатах, вот люди тоже писали, что в Штатах по-другому немножко это работает. 30 лет фиксированные моргиджи ипотечные, там можно кредит взять, то есть не меняется ставка, не меняется процент. Но вот в Канаде система работает таким образом. С одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. То есть, ну, тут есть плюсы и минусы, но это то, что есть. Идем дальше. Дмитрий, наверное, вяло текущий процесс в недвижимости повлияет и на твои доходы. Вот несколько вопросов было, кстати, по моим доходам тоже люди беспокоятся. Друзья, не нужно беспокоиться. На любом рынке есть те люди, которые покупают и продают, потому что недвижимость это такая отрасль. Ну, всегда людям нужно где-то жить. В общем, без работы мы не останемся. То, что сфера недвижимости просела и все люди, связанные с этой сферой, сейчас теряют по доходам, это, конечно, факт. И это не только real estate агенты, агенты по недвижимости, но и mortgage-брокеры, но и адвокаты, которые связаны с этим, застройщики, естественно. Также вот последняя информация, каждый пятый проект сейчас закрывается в Канаде, я имею в виду новострой, потому что застройщики не могут получить финансирование. В общем, вся отрасль страдает, и не только агенты по недвижимости. И вот еще человек интересовался, если у меня 6 месяцев не будет продаж, смогу ли я платить свою ипотеку? Вообще, друзья, хорошая идея иметь подушку безопасности в размере 6 месячных расходов. И всем вам советую, если есть такая возможность это сделать, у меня такая подушка есть. Так что причин для беспокойства нет. И я, конечно же, желаю, чтобы этот кризис прошел как можно быстрее. Но нужно надеяться на лучшее, готовиться к худшему, как говорится. Идем дальше по вопросам, друзья. Почему в Канаде такая дорогая земля? Ее же там до хрена, а население небольшое. Да, Канада большая страна. Я вот когда приезжал сюда, слышал такую фразу, Канада это безлюдные ледяные просторы. И вот действительно это так, потому что большая часть Канады, она не совсем пригодна для жизни. Скажем так, люди не хотят там жить. В провинциях Онтарио, Квебек и Британская Колумбия живет большинство канадцев. То есть в южной части Канады. Ну, в основном это, конечно, из-за климата, ну и другие показатели. Естественно, есть Онтарио, это куда приезжает большинство иммигрантов, потому что здесь инфраструктура, работа, есть какие-то связи. В общем, много фирм находится здесь, где люди могут найти работу. И вот из-за этого и происходит проблема, которая создалась в Канаде. То есть, если вы поедете в какой-то Нанавуд или там даже в ту же самую Новую Шотландию, хотя в этих провинциях Атлантических и в северной части даже Канады уже существует проблема, связанная с недвижимостью, потому что отток из Онтарио идет там, скажем, в ту же Калгари и в ту же Новую Шотландию люди переезжают, потому что, ну, просто дешевле. Дешевле жизнь, дешевле жилье. Но в основном люди, конечно же, живут вот в мегаполисах, и здесь и существует проблема. Нет никакой проблемы купить кусок земли там где-то на задворках каких-то там атлантических территорий, даже в Онтарио. Даже в Онтарио есть такие районы, где недвижимость и земля стоят копейки, но там никто не живет. Просто или там никто не живет, или эта земля непригодна для жизни, для постройки. Но там, где востребовано, там, где спрос, а спрос рождает предложение, конечно, там земля дорогая. И вот поэтому не в Канаде земля дорогая, а именно в определенных провинциях, где хотят люди жить. Идем дальше, друзья. И спрашивает еще подписчик. Застройщик 5 лет строит квартиры, почему так долго? Я говорил, что где-то 4-5 лет, но 5 лет это максимум. 200, 300, 500 квартир, вот эти проекты занимают дольше времени, естественно. Ну, в среднем, я бы сказал, 3-4 года, потому что застройщику нужно получить финансирование. Чтобы получить финансирование, нужно сначала продать 75% квартир, и это тоже занимает какое-то время. Опять же, зависит от рынка, на вялом рынке, вот такой, как сейчас рынок. Многие застройщики вообще отменяют проекты, я уже об этом сказал. Ну, вот обычно, то есть какое-то время занимает распродажи, потом начинается сама стройка. И вот эти проекты занимают, да, 3-4 года, ну, максимум 5, я бы сказал. Это то, что касается квартир. Танхаусы и дома строятся быстрее, обычно 1-2 года это занимает, то есть вот эти постройки, они будут быстрее. Где стройки домов в Канаде? Я как-то не вижу, что активно строились. Если сейчас бум и рост продаж на недвижимость, то почему все так вяло? Как раз-таки ситуация сейчас обратная. Бума цен мы не наблюдаем, а цены идут на понижение. Многое здесь зависит от Центробанка, который поднял два раза в июне и в июле свою ставку, потом была пауза. В октябре месяце посмотрим, что будет происходить. Еще есть встреча в декабре. Но вот бума нет, цены проседают примерно где-то на 3% в месяц во многих регионах Онтарио. Если говорить про всю Канаду, надо смотреть по провинции. В каждой провинции свои нюансы есть. Вот опять же затронул провинцию Альберта. Кстати, делал интервью с Артемом. Он финансист, экономист, который живет. И у него есть канал в Альберте. Живет он в городе Калгари. Когда выйдет это видео, обязательно посмотрите его. Мы там обсуждаем темы, почему люди уезжают из Онтарио. И почему едут именно в Калгари и в Альберту. Там, кстати, сейчас действительно бум продаж и бум цен в городе Калгари. Потому что было там дешевле. Все туда поехали. Сейчас там, в принципе, такие же цены, как и у нас в регионе. Я смотрел. Средняя цена недвижимости в районе 600 тысяч долларов. Ну, а дома, естественно, там выше. В районе 700 тысяч долларов вам будет стоить дом в городе Калгари. У нас в Германии, город Кёльн, отличная муниципальная двухкомнатная квартира. 700 евро в месяц. И цена не меняется. Какой нам стимул думать о покупке? Зачем? Ну, я, честно говоря, не знаю ситуацию в Германии. Я говорю про Канаду. И в Канаде, я считаю, что всегда есть смысл думать о покупке. И, кстати, многие люди написали, что мы будем жить на ренте, все нормально. Есть такие люди и много таких людей, но большинство людей, все-таки успешных людей в Канаде, все-таки владеют недвижимостью. Это факт, это статистика. И много можно говорить о том за и против, и почему не нужно, почему нужно. Но в конце вы выбираете для себя. Я с самого начала своего пути в Канаде решил, что аренда это не для меня. Моей целью было свое жилье, приобрести свое жилье. И чем раньше его приобрести, тем лучше. Я всем людям это советую, не только потому, что я агент по недвижимости. Но единственное, о чем я жалею, это то, что все-таки прошло 5 лет, прежде чем мы с супругой сумели и смогли приобрести свое первое жилье в Канаде. Но лучше поздно, чем никогда. Идем дальше, друзья. Следующий вопрос. Здравствуйте. Как вы думаете, стоит ли брать недорогой дом в Виннипеге? Это провинция Манитоба. 1250-300 под неизменную ставку 5% года на 3. Или же брать гибкую ставку, или вообще не брать? Интересно. Да, давайте посмотрим. Город Виннипег, провинция Манитоба. Вот еще вам, пожалуйста, один пример. Например, провинция, в которой можно купить дом за 250-300 тысяч долларов. А в Антарио средняя цена на недвижимость это 850 тысяч долларов. То есть, ну, смотрите, какая разница. Почти в три раза. И человек спрашивает, стоит ли покупать дом или не стоит. Давайте вот несколько слов я скажу. В принципе, глобально, стоит ли сейчас покупать? Я думаю, что если у вас есть возможность, вы квалифицируетесь, это не будет вам под завязку, у вас есть такая возможность, то я думаю, стоит. Стоит покупать сейчас. Потому что кризисы, они приходят и уходят. Рынок цикличный. Но иммиграцию в Канаду никто не отменял. В Канаду приехало миллион человек только за последний год. Поэтому цены в Канаде все равно будут расти на недвижимость. Я думаю, что стоит купить еще. Потому что рынок сейчас, мы называем это рынок покупателя. То есть вы можете прийти, спокойно выбрать, без каких-либо аукционов. Те, кто был свидетелем, что происходило здесь во время пандемии и после, был бум цен и невозможно просто приобрести было что-то. И вот эти люди, они знают, насколько было тяжело что-то покупать. Сейчас покупать очень легко. Сейчас много выбора. И можно найти хорошие сделки. Можно купить хороший дом за небольшую, сравнительно за небольшую сумму. И найти себе хорошую сделку таким образом. И человек спрашивает про ставку. Какую ставку лучше брать? Плавающую или чтобы ставка не менялась? Сейчас большинство экономистов советуют брать фиксированную ставку. Но сроком на 2-3 года. То, что я советую своим клиентам. И то, что я бы сделал сейчас. Сейчас это как раз-таки взял бы ставку. Чегает 5%. Но сейчас это будет, наверное, дороже все-таки стоить. Где-то 6,5%. Под фиксированный процент на 2-3 года. Здравствуйте, Дмитрий. Напишите, в каком городе вы находитесь? Как можно репатриировать Канаду из Израиля? Я нахожусь в городе Сан-Катринс. Это город на 150 тысяч человек. Город находится в южной части Онтарио. Ниагарский регион. Где-то примерно 100 километров от Торонто. И мне здесь очень нравится. Живу я здесь уже более 10 лет. Насчет эмиграции в Канаду из Израиля. В принципе, не важно, откуда вы эмигрируете. На самом деле. А важно, как вы это делаете. То есть, подготовлены ли вы к эмиграции? Или просто эмигрируете на Абум? Владеете ли вы информацией? Знаете ли, где вы будете работать и где вы будете жить? Или вот просто едете, чтобы куда-то попасть и как-то попасть в Канаду, а там вы уже будете разбираться? И я думаю, что есть смысл советоваться и консультироваться с эмиграционными, лицензированными, подчеркиваю, консультантами, которые работают в Канаде. У вас так тепло, вы в футболки ходите, а осень, когда в Канаде наступает? Да, кстати, вот сейчас я хожу в футболки и погода у нас просто отличная. Всю неделю 25-28 градусов тепла. Вообще, официально в Канаде наступает осень 21 сентября. Но вот у нас, например, здесь и в ноябре еще бывает довольно тепло. Это зависит от провинции. Вот многое зависит от провинции, как я всегда говорю. В той же самой Альберте зима наступает довольно рано. И вот даже вот недавно я смотрел, сейчас на днях у нас плюс 20, а там плюс 10-12 градусов. То есть, ну, разница большая. Вот, так что в плане погоды, самая теплая провинция это Британская Колумбия, потом Онтарио. Ну и в Онтарио тоже есть разница. И северные части Онтарио, там, например, Берри и все, что севернее. Ну, а есть южные части, это регион Ниагара, город Санк-Катринс, ну, естественно, Ниагра-Фоллс. Дмитрий, как в Канаде обстоят дела с инвесторами? Какой налог на дивиденды и капитал? Пользуются ли в Канаде биткоином и есть ли возможность им что-либо оплачивать? Да, что-либо оплачивать можно биткоином. Недвижимость оплачивать биткоином и криптовалютой невозможно. Что касается ситуации с инвесторами, если говорить об инвестированиях в кондо, например, квартиры, людям приходится сейчас доплачивать, там идут огромные убытки. Ну, где-то примерно, вот я посмотрел, 1000 долларов любой инвестор, который сейчас владеет квартирой, ну, плюс-минус, кто-то 500, кто-то больше, должен добавлять. То есть, там идет убыток. Все, что касается домов, тонхаусов, также это сейчас убыточная инвестиция, к сожалению, из-за процентной ставки. Но, когда процентная ставка начнет падать, то это будет более-менее нормально. Люди, которые покупают дуплексы, триплексы, ну, или сдают верхний и нижний этаж, такие вот инвестиции. Здесь у нас, кстати, много таких людей. Много бунгало, которые строят, и люди сдают по этажам. То в таких случаях люди выходят либо на ноль, либо имеют какой-то небольшой доход. На днях прочитал в одной группе из Фейсбука, что люди живут в бейсменте. И у них только есть единственное окошко в этом бейсменте, которое перекрыли соседи своей коляской. И вот не поступает свет туда, и плюс там еще курят. Вот это я возвращаюсь к вопросу, стоит ли ехать в Канаду или нет. Если у вас есть деньги, то вы можете снять себе квартиру, там, пентхаус какой-то на 20-25 этаже, и все у вас будет отлично. Вы будете говорить, что в Канаде условия жизни просто на 100%. Если у вас денег нет или малоограниченный бюджет, вы будете снимать бейсмент, вам заслонят вот так вот коляской. Единственное окошко, еще там будут курить, и вам не понравится такая жизнь. Поэтому, ну, что вам сказать, друзья, у каждого своя ситуация. Если вам понравился сегодняшний выпуск, вот такой вот формат, вопрос-ответ, оставляйте ваш комментарий и поддержите меня лайком. Если у вас есть какие-то вопросы, опять же, задавайте, и я буду стараться делать больше таких выпусков и отвечать на ваши вопросы. Спасибо за внимание и до скорых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!